Прошу вас про решение, дело в том, что программа, которая написала видео, как-то сейчас по лобку и пришлось подписывать второе видео, продолжение первого. Значит, про отношения мы с вами сказали, теперь по поводу силы еще раз. Дело в том, что для вас, как бы, смирение недостаточного человека, это есть проявление силы, тогда как в действительности, а в действительности, если вы относитесь к нему искренне, искренне, то это не время потусти силы, а вот силы применяют там, где, где себя оставляют, где принадлежат. Вы, если себя не принуждаете, это не сила. Так получается, что это принуждение, принуждение означает, когда принуждение для чего-то, это означает, что вы будете, будете и хотите проявить силу для чего-то, для того, чтобы там, что-то получить. И здесь нужно лишь только констатировать, что вот сперва нужно отделить потребности от самих личных отношений, которые не являются, скажем так, коричневыми, не являются ради чего-то. Это просто отношения ради отношений. Дальше. Что касается вашего мужа. Значит, он, вы пишете здесь, что он, так, он, значит, никак не может пойти на разговор со мной и выяснение причин. Вы просто пишете, что он, вот, не может пойти на разговор с вами на выяснение, но при этом, опять-таки, непонятно, почему он не может, что его сдерживает. Может быть, его стоит выводить на крик, чтобы он разозлился, и чтобы спросить, если злости и аффектов все вам высказали, как бы, и тогда уже вам будет проще. То есть, вы не раскрываете, вы не раскрываете причин поведения такого, такого поведения мужа, и это немного странно. Тем не менее, вопрос вам в том, хотите ли вы менять. менять его отношение. Так, к вам. А если да, то нужно что-то делать. Попробовать, вот, выводить его на крик, там, эмоции, спровоцировать аффект и прочее. Если нет, то, соответственно, нужно оставить все, как есть. Что касается второго мужчины, то здесь ситуация заключается в том, что он, конечно же, вас ревнует, он, конечно же, сомневается, ему не нравится, что вы и с ним, и с мужем, и, в общем-то, каждый из мужчин подозревает вас в том, что вы с другим. И, поскольку вы до сих пор не можете принять решение, то, как я уже неоднократно вам говорил, все определяется по своей потребности. По потребностям у одного в одном, у другого в другом. И вместе их объединяет лишь то, что вам нужна поддержка. Эта поддержка вам, как бы, предоставляется не полностью, не в полном объеме, потому что всегда она приправлена, вот, какими-то требованиями, а требования вы далеко не всегда готовы выполнять. Выполнять требования, вы не всегда готовы, как бы, отвечать на них в должном образом. Так. Дальше. Значит. Разграничение желаний того, что я живу за мужем или любовью. Не доказаться, и наоборот. Я живу с мужем, потому что мне так удобно сейчас. И пробовала, смотри. Люди комфортно. Мне сложно быть без мужчин. Так. Ну, вроде бы, на все я ответил. Кроме... Так. Да. Вот помощь. Это я говорил. Значит. Осталось, значит, только сейчас сказать, вот, по поводу разграничения желаний и по поводу, значит, того, что, наверное, что ваш... Так. 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 Что вы не можете доступить и долго уходить от своего мужа. Значит. По поводу, во-первых, разграничение желаний и того, для чего вы живете в мужем. Вы знаете, в чем дело? Вам удобно. Это ключевой момент, потому что вы пишете, что вам сложно быть без мужчины и что он помогает вам во всех вопросах. и вы не можете даже сказать, что вы даете ему, потому что вы, возможно, ничего не даете ему или даете что-то несоразменное с ним, что он самому дает. Это означает, что вам мужчина нужен для комфорта, для поддержки. И вы выбираете подсознательно себе такого человека, которым обеспечивал вам это. Вот именно в данном контексте и было сказано, что есть ваше желание, ваши потребности, вы с мужчиной, потому что вам такой дух, да, и есть личные отношения, которые не продиктованы потребностями ваших. они продиктованы именно желанием быть для человека и делать для него все, что в ваших силах. И именно это разграничение вам предстоит провести. То есть, вот вы сейчас с Мунин, это как бы вы со своим отцом. Ну, с тем отцом, которого вы хотели, с тем человеком, который бы вам ухаживал, помогал и все, и все, и все, потому что, ну, когда вы были в своей семье, там все дерняло на вас. Вот этот момент. Теперь, что касается ухода от, собственно говоря, мужа. Вы говорите, что долго будете уходить, и что вам нужно помощь ходить. Опять-таки, почему долго будете уходить? Ну, потому что, ну, вы понимаете, что теряете что-то близко, удобно, комфортно, проверено, стабильно. А помощь нужна в чем? Помнить, чтобы свои желания от одного человека перенести на другого. И вы писали в своем сообщении о том, что вы думаете, а будет ли вот новый мужчина так же вас, так же вам помогать, так же вас заботиться и так же там что-то еще делать. то, вот вы понимаете, что вот это, как бы, отношение определяется заботой. То, что делает для вас человек. Постарайтесь подумать, что вы можете сделать для человека. Вот этот момент, он и определение, что вы хотите делать для каждого из мужчин. То есть, что вы хотите делать для своего первого мужчины, и что вы хотите делать для своего второго мужчины. И почему? И вот, наверное, для кого вы хотите делать больше, то с тем моментом и нужно быть. Потому что вы будете счастливы именно как женщина. Но как человек, как человек, это вот работа, ведение хозяйства, решение вопросов, все вот это вот все. Но, как человек, вы будете счастливы с тем, кто больше о вас заботится. И вам, наверное, нужно сделать выбор. Выбор относительно того, приоритет чему вы ставите выше, чем другому. Либо вы ставите приоритет как женщине, себе, и тогда вы на это нацеливаете свое деятельство, чтобы быть счастливой как женщина. Чтобы быть с мужчиной счастливой, чтобы чувствовать себя, что вы живете. Либо вы отдаетесь подчинению себе как человеку, и мужчине вы воспринимаете как того, кто о вас заботится, кто там помогает вам и тогда и тому подобное. Вот. Я думаю, что такой выбор вам сделать. Ну и для того, чтобы уже понимать, в какую сторону вы хотите двигаться. Потому что то, что вы сильные, да, это понятно. Но, по другой стороны, вы их довольно слабые в том, что вы вынуждаетесь в поддержке. А ведь, по сути дела, уход от мужчин – это желание чисто дальше. И ответственность за это вы не встретите на себе, ни на никто другой за это ответственности не есть все. И чисто вот абстрактно, если вы уходите от мужчин, то уходите во мной не к кому-то, а побыть одной. Побыть одной, чтобы между отношениями была прошло как. И чтобы новые отношения начались у вас тогда, когда вы опустили старые. Потому что в таком случае, как у вас, ну просто происходит проект. Вы проецируете старые отношения на новые и новые, на старые, и в итоге вы уже просто не понимаете, где кто. То есть, нет, вы развлечаете их, но хотите получить все. Извлекать путаницы. Потому что все не получится. Один мужчина дает вам одно и не дает другому. Другой мужчина дает вам другое и не дает третье. Допустим. И вот к этому нужно быть готовым. А у меня сложилось такое впечатление, что вы ищите для себя наилучший вариант. Вот просто наилучший вариант. А такого, к сожалению, не бывает. Вот, пожалуй, все. Пока. Прошу прощения еще раз на то, что получилось два видео. К сожалению, это не всегда отмена производитель. Вот. Надеюсь, что понравилось. До свидания. Пока. Продолжение следует...